Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришина. Уже больше двух месяцев Роман Костомаров находится в больнице. Противоречивая информация постоянно. Еще раз повторюсь, адвокат их семьи, Домниной и Костомарова, Жорин, говорил о том, что он будет судиться со всеми, кто распространяет сведения. В частности, он имел в виду неких источников из больницы, которые сливают информацию телеграм-каналом. Вы сейчас знаете, в телеграм-каналах информация появляется буквально за секунды. Раньше такого даже представить себе было такое сложно. Вы знаете, дело все в том, что я уже говорил, как Заворотнюк сделали тогда в запрещенной грамме страничку. Сейчас это можно было сделать в телеграм-канале и сказать, что все остальное это полная брехня. Вот здесь будут официальные данные, официальная информация. Понимаете, люди, еще раз повторюсь, когда человек публичный, он, значит, блистает на льду, и люди следят за его жизнью, он не может стать за одну секунду перестать быть публичным. Люди все равно будут искать информацию, читать информацию. Вопрос в том, какую? Правдивую или лживую? Вот чтобы правдивую, надо было так сделать и все. Потому что, ну, очень много людей действительно беспокоится, очень много людей действительно, скажем так, хотят какую-то информацию найти. Поэтому все, что появляется, нужно, конечно, фильтровать. Хотя в телеграм-каналах то, что появляется, потом все это подтверждалось, например, связано с ампутациями, потом это и навка сама подтвердила. Но поначалу опровергают. Поэтому для того, чтобы не запутаться, все-таки можно было так сделать, ну, из уважения к людям. Да, потому что когда человек здоров, еще раз говорю, он блистает на сцене или там на льду, все замечательно, хочется публичности, хочется узнаваемости. А потом все, до свидания, люди. Такого не может быть. Человек не может перестать быть публичным. Люди все равно будут интересоваться. В данном случае телеграм-канал Мэш, средства массовой информации, СМИ, пишут о том, что Роман Костомарова готовит к очередной ампутации. К очередной ампутации. И дело все в том, что в других источниках пишут о том, что ему стало лучше. Ему стало лучше, и он находится в сознании. Вот в чем дело. Опять-таки люди, я думаю, что могут запутаться, потому что сознание или все-таки его готовят к ампутации. Как сообщается в источнике, фигурист давно не приходит в сознание. Разговор о том, что он в сознании. Фейк. Начиная с поступления в больницу, то есть с 10 января спортсмен, до сих пор не может дышать самостоятельно. Также стало известно, что последствия медикаментозной комы, в которую вводили Романа, не прошли до сих пор. Фигурист до конца так и не пришел в себя. Он очень слаб, и все, что ему удается, так это иногда открывать глаза. Сообщается, что сепсис продолжает разрушительное действие. Ради спасения жизни пациента врачи планируют очередную ампутацию. Это то, что пишет Мэш. Другие пишут, что он в сознании чувствует себя лучше и динамика положительная. Так было тоже из-за воротню, когда писали, что динамика положительная, она была совершенно не положительная. Еще раз говорю, друзья, что обижаться или злиться на людей за то, что они ищут информацию о человеке, которого они полюбили. И, я не знаю, следили за его спортивной карьерой или за его выступлениями. Ну, попросту глупо. Потому что, еще раз говорю, это публичный человек. Но нужно сделать источник, который официальный, чтобы не было вот этих пересудов и разных публикаций, если ты хочешь, чтобы их не было. Потому что любой человек сейчас читает, знает, что там официально, а здесь ерунда полная. Хотя, может быть, и правда, но уже ничего не сделать. Потому что там официально, может быть, даже с уклоном, каким надо, но понятно, что думают о человеке. Но, еще раз говорю, то, что в телеграм-каналах появлялось в основном соответствует действительности, это, конечно, страшная трагедия, ужасная ситуация, когда фактически человека по кусочкам отнимают. Это просто ужас. Друзья, давайте напишем «Слава поддержке» в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok